От чего волк на луну воет? Жил лесник Степан. Жену звали Степанидой, а вот детей у них не было. Вот они все плакали об этом, а друг другу ничего не говорили. Сидит иной раз Степанида, на крыльце плачет. Степан мимо идет. Ты, Степанида, небось заболела? Да нет, не заболела. А чего ж тогда плачешь? Да вот саринка в глаз попала, а теперь выкатилась и ничего. Ну вот она и стала просить у Луны дочь. Дай, Луна, мне одну дочь. У меня нету детей. А у тебя детей много. Вот сколько звездочек. А Луна отвечает. Да кого же тебе дать? Я тебе дам дочь самую малую. Она старательная. Она будет тебе помогать. А две другие дочери Луны-то и говорят. Мы тоже, мать, поедем к ней в дочери. Куда у вас? Вы лентяйки. Вы ничего не будете пособлять. Но она им отказала. Пошла провожать Луна дочь свою к Степаниде. Видала ей кружку. А те тоже заскочили тут же. И мать не видала. Она эту провожает, целует ее и наказывает. Тебя на земле все научат делать. Ты, дочь, старайся. Но ладно. А те соскочили и вперед ее. А Луна дочь свою проводила. И сама на свое место встала. Эти две прибежали к Степаниде. И сидят там на крыльце. Это приходит. Мало то, что такое. Сестры оказались. Мы тоже, говорят. Приехали к Степаниде в гости. Но ты матери не рассказывай. Она не успела ей слово сказать. У Степаниды дверь открылась. Она вышла. Тебе сразу давай плести. Нас мать отправила. Троих к тебе. В дети. Ой, Степанида. Обрадовалась. Одна красивее. Одно и девки-то. Ну ладно. Повела их к Степану. Вот каких дочерей-то нам Луна дала. Ну и тот доволен. Давай, говорит. Угощай их. Степанида и дала их кормить. Вот эти большие надеются и уходят. А эта малая и ходит за Степанидой и учится у ней. Она научилась кружево вязать. Ну, ко всему хозяйству просто привыкла. Теперь, говорит, этим своим сестрам. Если вы, говорит, желаете, то я вас научу. Нужно нам спину гнуть. Мы не за этим приехали, чтобы спины гнуть. Нас взяли в дочери. Пусть и кормят. Но они ничего и не делали. Возьмут орехи, семечки и уходят в лес. И там целый день их не видать. Только вот когда спать ложатся, до утром встают. Ну, вот потом, значит, они то ходили, ходили, набрали семечек и ушли в лес. И там сидели, пели песни всякие. Сидят и толкуют. Вот надоело ведь нам эти упреки слушать. Я бы хоть за кого сейчас замуж согласна. Кто бы взял, за кого бы и пошла. Хоть бы за паука, а то пошла. А тут паук спустился к ней. Желаешь, говорит, за меня замуж. Так пожалуйста. Я то желаю, так надо это. Сестра то моя. Куды? Куды, куды? Женихов то ить, то сколько. А тут там он серых волков. А волк приходит и говорит. Желаешь за меня выйти замуж? Смотри, у меня сколь войско. Ты будешь царицей, над всеми будешь командовать. А паук первой сестре говорит. Будешь в шелковые сетки сидеть, покачиваться и будешь медок поедать. Ну, вот они живут, поженились, свадьбу сделали. А старики потеряли их. Пошли искать. Идут им навстречу лисица бежит. Куда пошли? Дочерей искать. Так у них же свадьбы. Разве вас не звали? Она вышла за паука. Одна вышла за паука, друга за серого волка. Старики опечалились. Вернулись. Давай плакать. Ну что же, раз ушли, идите. Ну, а эта малата все работает, помогает. Теперь Степан заказал кузнеца Антона каниковать молодого парня. Вот эта сидит, да, во дворе кружево плетет и помаленьку песенки поет. Приходит молодой такой красивый парень. Вот так, ладно, меня звали коней ковать. А тут такая красавица сидит. Ты кого будешь? Так, а я луна Степана. Да, Степаниды дочь приемна. Ну, а вот он на ее посматривает, а она на его посматривает. Полюбили друг друга. Вот вышел Степан со Степанидой. Он им, вы отдайте за меня свою дочь Степаниду, руками развела. А Степан говорит, да ты парень-то хороший, руки у тебя золотые, сердце хорошее, мастер ты на все. Но мы не знаем, это не наша воля. Мы можем, не можем мы отдавать, так-то спрашиваю дочь. Я желаю, ну, значит, даже на Антон ее поцеловал, решено дело. Пошел коней подковал. Теперь к свадьбе готовиться надо. Теперь я поеду домой, я сам мать порадую. И приедем за невестой. А Степан со Степанидой поехали припасы эти брать свадебные. Ну и уехали. А Антон ушел домой. Она, девка-то, осталась одна. Сидит у окошечка, плетет кружево. Окошечко открыто. А теперь я сорока в лесу. Давай я чекотать. Вот младшая Луна выходит замуж за красивого парня, за хорошего мастера. А сестры услыхали и думают, вот так ловко, она же над нами будет смеяться. А мужья их уже превратили эту в паучиху, а эту в паучиху. И говорят, она над нами смеяться будет. Отдадим ее замуж. А за кого ее отдать? О, да тут Филин давно на нее зарится. Вот за Филина. Филин, Филин, возьми нашу сестру к себе замуж. Я бы давно рад взять. Так вот, пойдет ли она за меня? Но если не пойдет, мы ее силой отдадим. А вот Филин пошел. Пришел на окошко, сел. Она там плетет. Вот он сидит. Ты выходи за меня замуж. Нет, опоздал. Я просватана. Теперь о паучиха села. Ей на руку подползла. А ты не знаешь, где мои сестры? Спросила у Филина она. А паучиха отвечает. Я твоя сестра. Какая ты мне, черт, сестра взяла? И за окошко выбросила ее. Волчица. Выходи за Филина замуж. А то жить не лишишься. Мы тебя сейчас лишим жизни. А тут этих пауков набралось волков. Волки в двери стоят там. А пауки откуда эта паучиха сказала своему мужу? Прикажи им запутать ее. Ну и ее запутали ноги, руки. А волки уж там зубами щелкают. А ей мать-то луна. Гординку дала с иголками, с булавками и сказала. Она тебя выручит. Придет время. Она и вспомнила об ней. Гординка матушка. Помоги моему гурю. Крышка открылась. Из нее вылетели эти иголки да булавки. Воины. Ну давай этих пауков. Всех перекололи. Ножницы и шоболи. Ножницы разрезали. Эти паутины замотаны. Ослабонили девку. А потом ножницы выскочили. Эти иголки, нитки. И давай колоть волков. А ножницы, хвосты стригли до уши. Всех разогнали. И вот приходит этот Антон утром. Вот я, говорит, торопился. Она начала рассказывать. Меня, говорит, тут чуть не кончили. За Филина хотели замуж отдасть. Сестры. Теперь, говорит, может и ты откажешься от меня. А нет, не откажусь. Взял, надел ей обучальное кольцо. Гости приехали. Отец, мать. Сделали свадьбу, гуляли. А волчиться и сестре это стало обидно. Она прибежала. И давай тут плакать, жаловаться на свою сестру. Вот из-за этого сейчас волки все водят на луну. И эти так и стали жить. И ее стали звать не луной, а Аленой. Так Аленой она и сталась теперь.